В этом закрытом учреждении сегодня находится около 50 подростков, хотя спецшкола имени Тихого рассчитана на 100 человек. Как уверен руководитель учреждения, здесь ребятам, совершившим преступление, действительно дают шанс на исправление. И эффект от такого наказания за правонарушение есть. До 80% несовершеннолетних выпускников из данного учреждения больше правонарушения не совершает. Поэтому мы будем говорить сегодня об использовании возможностей данного учреждения и о том, чтобы наши дети не совершали правонарушения и становились на преступный путь. В крае значительно возрос уровень подростковой преступности. За этот год полторы тысячи несовершеннолетних привлечены к уголовной ответственности. Часто это дети из неблагополучных семей. Конечно, наша цель – защитить этих детей, помочь этим детям. Кого-то, допустим, на комиссии коллегиально принимают решение поместить в социальный реабилитационный центр. Кого-то, допустим, в те же летние перешкольные лагеря направить, чтобы дети могли оторваться от этой неблагополучности. Сейчас вводится новая практика в работе с подростками-преступниками. На каждого заводится карта социально-психологического сопровождения, где указываются все правонарушения, психологический портрет, особенности физического развития. Теперь судьям проще избрать меру наказания. Непосредственно суд руководит и в том числе направляет и органы профилактики. И у нас есть много механизмов для того, чтобы не назначать подростку наказание, а применять, например, принудительные меры воспитательного воздействия или, например, помещения в специальные школы. Заключение подростков под стражу – крайняя мера воздействия. Специалисты, работающие с несовершеннолетними правонарушителями, дают возможность исправиться. Но не всегда подростки это понимают и не всегда встают на путь исправления.